абьюзивные отношения как заклятые отношения и не расстаться и вместе сложно плохо на душе и с каждым годом все сложнее все тяжелее я бьюсь и разбиваюсь хождение по кругу неисполненность надежд глубокая внутренняя фиаско это жестоко это плохо и люди ожесточаются женщина и мужчина ах как хочется быть счастливыми и каждая женщина начинает бегать по всевозможным тренингам но тренинги не помогают помогают на короткое время наши древние предки знали что такое абьюзивные отношения они называли заклятыми и знали как из-под этого заклятия выйти я тоже знаю этот метод женщина должна быть нежной говорят разные тренера на разных психотренингах нет не обязательно говорит марина крымова женщина имеет право быть жесткой тогда когда надо убегать и спасаться от тирании от жестокости надо обязательно бежать спасаться или отвечать в ответ агрессии тщательно ее распределив ради победы если вы попали в лапы к тирану убегайте спасайтесь не оставайтесь жертвой потому что ваши дети впечатают поведение ужасное у них будет единственный вид сценария агрессивно жертвенного то же самое я хочу сказать для мужчин если вы попали состояние жертвы и мученически терпите скорее всего ваша мама была очень властна и не давала вам самовыражение она вас контролировала она вам говорила как надо как обязательно как нужно как не нужно и вы стали подчиненцем у вас нет воли вы не вольник и скорее всего вы выбрали себе такую же жену которая может быть и не хочет вас контролировать но вы провоцируете ее к этому ей приходится контролировать следить напрягать вас заставлять говорить как нужно чего не нужно ну в общем это не жизнь на древнем кумире богини любви есть напоминание оставленное предками для того чтобы восстановить любовь ведь эти двое встретили друг друга для любви посмотрите если соединить эти два цвета ведь это же зефирные небеса рассвет закат именно рассвета и заката из этих небес и люди до сих пор одевают девочек в розовое мальчиков в синюю небесную гамму это рассвет красивый рассвет рассвет чувств это атовистическое напоминание что должен быть рассвет в чувствах не сирость не унылость и наши предки записали как это у девушек у женщин обязательно должен быть интерес к чему к тем моментам которые восхищают мужчин 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 восхищает многое даже ах другие женщины которые как-то привлекли их внимание так ты посмотри чем привлекли внимание поведением или внешними данными ну посмотри на себя честно и может быть твое поведение подкачало или внешние данные какие-то мужчины не те а может быть восхищение от какой-то темы от какого-то разговора с кем-то а может быть восхищение от нового блестящего автомобиля так ты поинтересуйся о чем восхищение о чем с восхищением твой мужчина а может быть его глаза дивным-давно уже не блестят восхищением плохо это Сера и уныла у него на душе. Потерял он восхищение. Мужчины, вы должны с восхищением очень сознательно, ведь не зря же это вверху, там, где мозг, вы должны с восхищением и очень сознательно обращать внимание на интерес женщины. К чему тянется ее интерес? Посмотрите, на уровне сердца у обоих одинаково забота. На уровне сердца у обоих должна быть забота. Сердечность, человечность, милость, нежность, ласковость у обоих. И это не меняет мужчину в какого-то слабочка сладенького, нет. Это мужская забота. И не делает женщину рабыней заботница-заботница, нет. Это сердечная забота. Это забота чувствами, ласковостью, нежностью. Ну, конечно, и другие виды заботы. Финансовая забота, домашняя забота, забота в отдыхе, забота в наслаждениях, забота во всем. И закрывает этот список, женщина должна восхищаться тем, что мужчине интересно. Мужской интерес нижнего этажа должен быть у женщины воспринят с восхищением. Мужчины, вы должны свой сексуальный, интимный интерес проводить так, чтобы у твоей женщины был восхищенный инсайт, восхищенный экстаз. Вот список, который партнерам, попавшим в абьюзивные отношения, обязательно нужно восстановить и восполнить. Относитесь к этому хотя бы как к таблеткам, хотя бы как к лечению. Но поверьте, даже если вы начнете относиться к этому как к лечению, ах, как вспыхнут чувства! И вы соединитесь. Интерес женщины к восхищению мужчины, и восхищение мужчины вспыхнет. Забота к заботе, сердце к сердцу. Интерес нижнего, телесного наслаждения у мужчины сразу же создаст восхищение у женщины. Относитесь к этому как к древнему эху наших предков. Чтобы не жить в заклятых отношениях, они на кумире богини Лели. Сохранившимся на одном из каменных островов. Написали. Любознание. Леленье. Любование. Живите так, как и велела богиня Леля и брат ее Полель. Предки на камне высекли для того, чтобы не разрушилась в веках, для того, чтобы через многие сотни лет эта каменная надпись осталась. Чтобы мы с вами могли ремонтировать свою любовь и выходить из аркана отношений в неволе абьюза. Я Марина Крымова. Под этим видео есть вот такой знак. Жмите. И есть колокольчик. Жмите. В следующем видео будут токсичные отношения. В следующем видео будут опасные отношения. Недостаточная эмоциональность. Что такое сценарии. Я много хочу вам рассказать и помочь.